КОСМЕТИКИ Хотя краситься в школе плохая примета, можно получить замечание от учителя. Марья Ивановна конфискует все наши помады, тени и надежды на красивое будущее. Учительница инспектирует наши косметички и решает нас проучить. Она заменяет гигиеническую помаду на очень похожую канцелярию. Нам понадобится небольшой клей-карандаш. Вырезаем распечатанную этикетку бальзама для губ. И оклеиваем ею клей-карандаш с помощью двустороннего скотча. Крышку и нижнюю подвижную часть не заклеиваем. Видимо, у Марьи Ивановны проснулась совесть, потому что она возвращает нам гигиеническую помаду. Уже хорошо. Я открываю крышку, но там совсем не помада, это клей. А подруга смело клеит им в тетради. Марья Ивановна специально подложила нам такой бальзам для губ, которым можно заклеить себе рот, чтобы не болтать на уроке. Давай и сами поищем необычную канцелярию. Продолжение следует... Марья Ивановна хочет быть красивой перед лицом алгебры. Она берет ЭОС бальзам для губ. Ой, ошиблась баночками. В этом ЭОСе спрятан мел. Пустой контейнер от бальзама ЭОС разбираем. Крышку смазываем жирным кремом. Приготовим мел из алебастра и воды. Смешиваем ингредиенты до консистенции сметаны. Добавляем розовую акриловую краску. Перемешиваем до получения однородного цвета. Вливаем жидкий мел в смазанную крышку от бальзама. Накручиваем серединку. Добавляем загустевший мел. Размазываем по решетке. Даем застыть. Марья Ивановна рисует ЭОСом прямо на доске. Видимо, хочет увлажнить и смягчить ее поверхность. А пока ученицы отвлеклись, она берет правильный ЭОС и наносит его на губки. Урок рисования. Подруга достает большую палетку с косметикой. О, мы будем делать мейкап глаз? Или будем использовать тени вместо краски? Оказывается, косметическая палетка – это камуфляж. В коробочке скрываются обычные краски. Вырезаем распечатанные картинки, на которых изображены тени и логотип косметического бренда. Оклеиваем коробку с красками с помощью широкого двустороннего скотча. Логотип наклеиваем на донышко. А палетку – на крышку. Такие краски добавят яркость обычному уроку рисования. И подчеркнут любой рисунок. Только не перепутай и не начни красить ими глаза. Кудряшка достает из косметички все свое богатство. Чего здесь только нет. Тюбики, коробочки, флакончики. Марья Ивановна в ужасе подбегает к нам. Успокойтесь, это не тени, а всего лишь восковой мелок. Из пустого контейнера, в котором были тени, вынимаем металлическое донышко. Накрываем его пищевой пленкой. И смазываем кремом. Растапливаем в ложке восковые мелки нескольких цветов. Выливаем на смазанную кремом пленку. Застывшие мелки перекладываем в контейнер. Пока я рисую мелками, подруга успевает сделать полный мейкап. Мамочки, эта неожиданная красота просто валит с ног. Может, не зря они запретили косметику в школе? Марья Ивановна не потерпит такое на своем уроке. Кудряшке придется смыть весь свой визаж. Марья Ивановна находит в косметичке у девочек бутылочку тонального крема. В чистую баночку из-под тонального крема шприцем переливаем акриловую краску кремового цвета. Осторожно, окрашено. Зато вместо тонального средства Марья Ивановна может нанести боди-арт. Продолжение следует... Попались! Она забирает клей в полной уверенности, что это лак с блестками. Учительница хочет сделать свой яркий маникюр еще ярче. Марья Ивановна покрывает ногти блестящим слоем и ждет, когда же лак высохнет. Бедняжка. Она не подозревает, что этот лак будет сохнуть до нашего выпускного. Ну вот, уже склеила себе пальцы. Смотрите, не приклейтесь к журналу с оценками. Нужна линейка? Вот, возьми мою расческу. Какая здесь связь? Это не просто расческа, а измерительный прибор. Расческа-линейка. На светлой расческе делаем разметку карандашом по линейке. Прокрашиваем разметку акриловой краской. Используем тонкую кисть. Добавим украшение на ручки. Такой расческой можно не только провести ровный отрезок, но и выровнять себе волосы. Как удобно. Заодно можно измерить, насколько отросли кончики. Мне нужен простой карандаш, но как назло, все карандаши куда-то пропали. Марья Ивановна спешит на помощь и кладет на парту черный косметический карандаш. Круглый простой карандаш без ластика окрашиваем акриловой краской. Незаточенный конец окрашиваем серебристым цветом. Остальную часть покрываем черной краской. Когда краска высохнет, надеваем колпачок со щеточкой от косметического карандаша. На черном корпусе серебристой краской рисуем глаз с ресничками. Неужели учительница разрешила сделать мейкап на уроке? Нет, это совершенно невозможно. Это всего лишь простой карандаш, который решил стать немного красивее. Но, несмотря на внешний вид, его задача по-прежнему чертить квадраты и треугольники. Пока Марьи Ивановны нет, мы придумали новый розыгрыш. Апгрейдим ее маленькие духи. Добавим им магнитную силу. Мини-флакончики с духами наклеиваем на кусочки магнитного винила. Учительница возвращается на свое рабочее место. Постойте, здесь только что были мои духи, где они? Ой, все духи уползли куда-то вверх по доске. Что ж, это даже удобно. Мои мини-флакончики всегда будут под рукой. И не затеряются среди бумаг на столе. Жаль, что вместо урока нельзя сходить в салонную укладку. Но если рядом подруга, то можно сделать стильную прическу прямо на уроке. Заплетаем прядь в косу. Надо бы сбрызнуть лаком для волос. Но лака нигде нет. Помощь пришла откуда не ждали. Марья Ивановна выносит нам баллончик лака для волос. Попробуем. Оказалось, что это совсем не лак, а пенол с карандашами. Круглую упаковку от цветных карандашей красим синий акриловой краской. Когда краска высохнет, наклеиваем распечатанные этикетки от лака для волос. У нас упаковка картонная, поэтому можно использовать клей ПВА. Сверху рисуем черную точку, имитируем отверстие распылителя. Марья Ивановна радуется. Она думает, что закрыла наш парикмахерский салон. Но нет, мы будем использовать то, что есть. Накрутим волосы на карандаше вместо бигуди. А если понадобится зеленый цвет, просто вытащи карандаш из прически и рисуй. Достаю большой набор косметики. Здесь тени, румяна и пудра. Кладу его на видное место и жду реакцию любимого учителя. Распечатанную картинку с косметической палеткой наклеиваем на папку для тетрадей. Используем широкий двусторонний скотч. На дно папки наклеиваем логотип косметического бренда. Яркая папка на моей парте наверняка приманит Марью Ивановну. Учительница уже тут как тут. Она забирает палетку в надежде поправить свой мейкап. Упс, неудача. Вместо пудры и румян Марья Ивановна обнаруживает мои тетради. Это не косметический набор, а ученический. Подписывайтесь на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые идеи необычной канцелярии на нашем канале.